друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте друзья ставить лайки ну что ж всех поздравляю с тем что индекс доллара наконец-таки добрался до поддержки 90 пунктов и фактически когда я готовился к этому брифингу котировки были 89 97 но друзья это только лишь начало мы ориентировались на планку 90 никак на уровень где нужно будет любой ценой закрывать прежние шарты ни в коем случае это уровень который необходимо преодолеть пробить превратить в сопротивление для того чтобы двинуть еще ниже и именно ниже мы и пойдем друзья потому что тот фон который складывается в моменте он располагает к тому что нужно держать короткие позиции раньше у покупателей доллара на был шанс воспользоваться ралли на рынке казначейских облигаций рост доходности стремительное снижение их цен то есть два параметра в облигации цена и показатель доходности ранее мы останавливались на этой теме я рассказывал как интерпретировать ситуацию на долговом рынке что это значит для рисковых активов когда облигации растут почему они растут как это связано с инфляцией общим желанием рисковать и не рисковать и как это связано с сомнением рынка относительно того что будут делать центральные банки касательно монетарной политики процентных ставок и программ количественного смягчения сразу могу успокоить друзья то что рост доходности американских облигаций которые мы видели ранее сейчас кстати десятилетний трежерис откатили почти с уровня 1.4 до 1.36 и при сохранении опять же нисходящей динамики то есть если доходность облигации продолжит снижаться они уже не будут составлять какую-то конкуренцию в плане выбора для инвесторов во что инвестировать в надежнейшие активы облигации либо в рынок акций потому что как правило когда растет рынок долга когда растут доходности американских облигаций участники рынка начинают сомневаться может быть лучше выйти из перекупленного перегретого фондового рынка и вложить средства в облигационный но эта логика сейчас не работает друзья и при снижении доходности отреже из дальше мы лишь еще больше убедимся в том насколько мы были правы когда поставили давным давно на снижение курса доллара который будет оставаться уязвимым финансовым активом из-за того насколько сильно разбухает баланс центрального банка фрс и как много денег заливается в американскую экономику на десерт на сладкое у нас друзья решение американских конгрессменов по поводу новых мер фискального стимулирования то супер пакета финансовой помощи на 1 и 9 триллиона долларов мы его все еще ждем неделя вот истекает последний этого месяца покажут новостей нету но судя по тому как снижается курс доллара мне кажется что доллар знает больше чем мы и видимо где-то есть у кого-то с большими деньгами кто двигает сейчас площадки своими торговыми операциями есть представление о том что все таки пакет экономической помощи ну прям на подходе и будет согласован принято в самое ближайшее время я расцениваю а новости о принятии фискальных стимулов почти на 2 триллиона долларов как еще один домоклов меч для американского доллара и все с этим фактически уверен то что когда эта программа помощи будет принято и индекс доллара полетит ниже и новыми уровнями реальности действительности будут уже значение 89 50 89 но и даже на этих значениях друзья я рекомендую вам сохранять сэл потому что мы в этом году идем за супер крутым цельем ожидания мы в этом году ждем не просто слабый доллар от слабейший доллар за последние множество лет и это значение ниже 88 пунктов если вы готовы друзья работать с новостным фоном так как я если вы согласны со мной солидарны с моей точки зрения давайте делать это вместе давайте продавать баксы и зарабатывать на этом тем более что доллар действительно раздает сейчас на деньги сегодня на выступление паула перед банковским комитетом конгресса двухдневное выступление завтра чем перед палатой представителей предварительно по повестке того что он может сказать конечно же он будет отчитываться о проведенной политики федрезерва и расскажет что он планирует предпринять дальше для того чтобы поддержать экономическое восстановление но друзья мы настолько уже привыкли и настолько уже читаем заранее риторику паула что можем сразу же сказать что конечно же фрс сохранить мягкий уклон мягкий режим монетарного стимулирования программу количественного смягчения и низкие процентные ставки и вопрос в студию традиционный как на повторное сообщение об этом на повторение вот этой сверх мягкой риторики отреагирует доллар я надеюсь то что у вас у всех уже где-то подкорка сложилась реакция того что доллар на фоне таких новостей конечно же слабее поэтому друзья ждем сегодня выступление паула 1800 по московскому времени и ждем что доллар окажется еще ниже завтра еще ниже и под конец недели будет еще блок макроэкономической статистики который окончательно добьет на бакса золото наконец-таки растет 1813 очень хочется надеяться что раз золото сейчас обусловлен не только снижением курса доллара что логично конечно же но еще и с логичной реакцией на возросшие инфляционные риски поэтому ждем 1850 и выше евро против доллара 1 2169 бизнеса ифа оптимизма настроений от института германии хорошая статистика хорошая цифра 92 и 493 но верят промышленники в то что ближайшие 6 месяцев экономическая конъюнтура в еврозоне улучшится но если они верят друзья почему мы не должны верить в это то есть мы вообще евро всегда покупали потому что доллар продаем но раз еще и статистика нам помогает как бы дополнительный ветер в паруса так давайте работать и с ней я использовать ее для того чтобы еще больше убедиться в том что евро обречено дальнейшего восстановления фунт против доллара 1 4079 рост продолжается как ранее отмечал скорее всего британская валюта улетит выше 143 145 почему бы нет но я вне сделок потому что фунт забрался очень высоко и высок риск коррекции даже при таком новостном фоне сверх оптимистичным пара реально может скорректироваться потому что коррекция сейчас вот вы должны понимать это друзья даже вот с текущих уровней коррекция фунта на 150 200 пунктов это будет выглядеть нормально и не нужно будет объяснять никаким фундаментом это просто нормально когда рынок инициатива на рынке переходит от быков к медведям и наоборот по поводу позитивных факторов эффективная кампания по вакцинации почти 18 миллионов человек получили первую дозу 25 процентов населения вакцинировано условия для ослабления карантинных ограничений выполнены все это вчера отметил борис джонсон я правда ждал негативной реакции но фунт опять же никакого негатива в этом не увидел ну и действительно заявление все высказывания были исключительно оптимистичными потому что борис джонсон фактически анонсировал начало снятия локдаунов ограничений общенациональных с 8 марта и кстати говоря меркель накануне также отметила что в ближайшие две недели начнется на поэтапное снятие на карантинных ограничений поэтому риск сейчас конечно же торжествует риск растет евро австралиец новозеландец фунта все они обновляют локальные многолетние максимумы работаем по тренду друзья покупаем что больше нравится потому что эти тенденции сохраняться американский фондовый рынок сегодня растет 3900 пунктов в моменте я думаю что закроем сегодняшний день выше текущего уровня тем более что впереди выступление павла который поддержит омничное настроение потому что чем больше американской монетарная политика будет оставаться мягкой тем больше шансов у фондового рынка сша получить больше ликвидности это вот собственно основное о чем хотел вам сегодня рассказать рынок пока благоволит тому чтобы мы будучи трейдерами инвесторами зарабатывали друзья я надеюсь то что вы со мной вы аналогично смотрите на все что происходит если у вас альтернативная точка зрения обязательно пишите в комментариях на этом собственно все всем пока